Ханты, Манси, Селькупы, Сами, Чукчи, Якуты и Эвенки – такое созвездие северных культур можно было наблюдать в эти выходные. Творческая звезда под названием «Аргиш Надежды» вновь зажглась на фестивальном небосклоне Дворца культуры Арктика. Звуки старинного хантыйского музыкального инструмента тумрана, самские этнические песни, эвенкистские танцевальные ритмы удалось увидеть и нашей съемочной группе. Самый маленький артист из фольклорно-этнографического семейного ансамбля «Сума Тнуф», что в переводе «Березовая веточка», с первых минут покорил сердца окружной публики. Общий стаж выступления четырехлетнего малыша из Салихарда более двух лет. Даже за кулисами Мирон ведет себя с достоинством, как и положено наследнику древней хантыйской культуры. «Как у тебя настроение?» «Мирон». «Мирон». «Хочешь я?» «Ям». «Ям». «Ям» – это хорошо значит. «Это значит, что я еще ям». Семья Вальгамовых играет не только на обувням. В арсенале представителей хантыйской культуры множество национальных инструментов. Один из них – губной язычковый инструмент из кости «Тумран». На нем на открытии фестиваля сыграл папа-малыша Валентин Вальгамов. Валентин Вальгамов – руководитель семейного ансамбля «Сума Тнуф». Вместе со своими родственниками-артистами не только играет на национальных инструментах, но и показывает обрядовые танцы, исполняет народные песни. Творческая семья неоднократно удостаивалась звания лауреат и дипломант на многочисленных фестивалях и конкурсах. На протяжении многих лет на одной сцене с ним выступает любимая супруга Анжела. Я, допустим, представляю культуру Сынские ханты. Горная река Сыня расположена в территории Шурешкарского района на границе с Коми-Республикой. Анжела сама родом с поселка Катравош. Это горная река Сопь. Она немножко чуть-чуть севернее приполярного Урала стекает. Вот она с этой горной речки. У нас небольшая разница в диалектах. Язык у нас один хантыский, но есть небольшая разница в диалектах. Допустим, у нас в Абгорте на Сыне говорят, употребляют слова с буквой Ш. У них на горной реке Сопь эти же слова употребляют с буквой С. Ещё одну северную культуру представила исполнительница самских песен Марина Гринчук из Мурманской области. Она дала возможность зрителю послушать не только этническую музыку, но и звуки природы. Кроме представительницы из Мурманска, в этом году в гости на Аргиш Надежды приехали коллективы из Якутии, Чукотки, Архангельской области, Республики Коми. Благодаря им с главной сцены прозвучали песни Силькупов, Саами, Чукчи, Якутов и Эвенков. Такой калейдоскоп культур специально для Аргиша привезли организаторы фестиваля «Этнокультурный центр». И, конечно, это все коллективы, которые хотели, они к нам приехали из разных арктических регионов. И мы считаем, что нам не хватает времени, потому что мы хотим больше общаться, много выступать. Конечно, все номера не попадают на концертную программу, но, тем не менее, возможно, будет заложена основа для дальнейшего сотрудничества. Действительно, времени показать все многообразие культур, как оказалось, мало. Несмотря на то, что фестиваль проводился в течение двух дней и включал в себя мастер-классы, квесты, презентации, выставки и дефиле головных уборов. На северном показе со своими работами выступили и местные дизайнеры. Одна из них – Светлана Михеева из поселка Харута. Шапки сшиты из меха-лицы, куницы и песца. Всего в рамках дефиле было показано более 30 головных уборов. Увидеть всю красоту северной культуры за два дня смогли более 300 гостей праздника. В этом году Аргиш Надежды был приурочен к Году экологии в России и Году добра в Нинском автономном округе. И прошел под девизом «Добрая энергия Арктики». Анастасия Саботович, Любовь Пермякова, Антон Водряков. Телеканал «Север». Анастасия Саботович, Любовь Пермякова, Антон Водряков. Телеканал «Север». Продолжение следует...